Давайте про знакомство мое с мастером Ибрагимом. 2010 года со всех стран бывшего Советского Союза, стран СНГ, в Москву пригласили мастеров, мастеров рукоделия, те, кто занимается своим производством. И этим мастера Ибрагима тоже пригласили в Москву на всероссийскую и международную выставку, называется как «Ладья». Там мы с ним и познакомились. Это было в 2010 году. Как мы с ним встретились, сначала я посмотрел на его продукцию, что он делает, чем он занимается. Мне это очень понравилось. Смотрится очень круто. И как он мастер и сам автор этих дел, спрос на его ножи все росло и росло. И дошло до такой степени. Сейчас нашу продукцию можно купить в Калужской области. «Этномир» называется. Там у нас своё представительство, точка продажи. Есть наши ножи и в Питере. Эти ножи очень даже, как сказать, занимаются этим только его сыновья. Поэтому это производство ограничено. Это у нас не завод, это ручная работа. У нас это ограничено. Поэтому нашу продукцию, наши ножи везде купить – это трудно. В Москве у нас только одно место покупки в «Этномире» – это Калужская область и в Питере. Теперь хочу сказать про продукцию. Мастер Ибрагим давно уже передал своё мастерство сыновьям, внукам. Каждый сын, у мастера Ибрагима три сына. Каждый сын занимается своим делом. У каждого своя работа, определённая работа. Сталь делает большой сын, Камалидзин его зовут. С частью обработки мехиором делает ещё один сын. Рукояткой занимается ещё один сын. И ещё два внука помогают им в различных делах. Каждый сын мастера Ибрагима занимается своим делом. Поэтому каждая часть этой продукции, этого ножа, можно в каждой части этого ножа увидеть мастера своего дела. Сталью занимается один сын, рукояткой занимается ещё один сын. С промежуточной и чканкой занимается ещё один сын. И внуки у него, у мастера Ибрагима, два внука. У них тоже есть определённая работа. Нормально? Нормально?